МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году вели 35 спасателей из пяти поисково-спасательных отрядов области, к которым присоединились около 500 рабочих комбината. Шестеро пострадавших госпитализированы в больнице города. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Еще двум рабочим помощь оказали на месте. Похороны погибших состоятся завтра. Губернатор Челябинской области Петр Сумин подписал постановление, согласно которому 1 декабря будет объявлено днем траура. Сейчас правительство области решает вопрос о выплате компенсации семьям погибших и пострадавших. Хронология событий в нашем следующем материале. Звонок о возгорании в пятом листопрокатном цехе комбината поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 18.30. В травильном отделении в это время шел обычный технологический процесс. В помещении находились 20 сотрудников предприятия. Что произошло в тот момент, никто точно сказать не может. Практически сразу после возгорания обрушилась кровля. Я причину пожара, к сожалению, комментировать не могу, потому что очень была большая площадь и интенсивное горение к моменту прибытия. И произошло уже обрушение. Может быть даже в какой-то степени к счастью для нас, потому что если бы мы прибыли тремя минутами или пятимя раньше, то погибли бы наши сотрудники. Пятый листопрокатный цех – это помещение размером 1000 метров на 150. Кровля обрушилась на площади более 5000 квадратных метров. Сотрудники МЧС, как только прибыли на место происшествия, приступили к поиску людей. Но огонь распространялся очень быстро, и пришлось бросить все силы на его тушение. Учитывая, что в полипропиленовых ваннах находилась соляная кислота, и при горении этих ванн выделялся хлор. Приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Но после проведения разведки пожара мы удостоверились, что происходит интенсивное развитие пожара. Буквально спустя полчаса после трагедии в больницы Магнитогорска стали поступать первые пострадавшие. Пятеро человек находятся в медико-санитарной части города и ММК, и еще один в первой городской больнице. Травмы различные, переломы, сотрясение головного мозга. Как уверяют медики, жизни людей ничто не угрожает. Больные все в палатных отделениях. На сегодня, безусловно, больные нуждаются в помощи психотерапевта, поэтому они на сегодня находятся в стационаре. Авария подобного масштаба на ММК первая с 1983 года. Тогда произошло обрушение кровли в третьем листопрокатном цехе. Тоже пострадали люди. Сейчас на предприятии готовятся оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. Светлана Мансурова, Александр Киселев, Антон Грабарев, Вести Магнитогорска. Первый пострадавший поступил в первую городскую больницу. Через два часа после начала пожара Валентин Новосельцев, в 1964 года рождения, был госпитализирован с травмой грудной клетки в отделении реанимации. Выяснено, что тяжелых травм грудной клетки нет. Проводилось обезболивание и дыхательная терапия. Сегодня утром больной осмотрен ведущим хирургом больницы, заведующим отделением грудной хирургии Коноваловым Саном Михайловичем и заместителем главного врача по лечебной части. Сочтено, что на момент осмотра тяжелых травм грудной клетки нет, тяжелых каких-то либо других повреждений козных не выявлено. Состояние больного удовлетворительное. Поэтому сочтено целесообразно перевести больного в отделение грудной хирургии, где оказывается специализированная помощь больным с заболеваниями и повреждениями грудной клетки. Здравствуйте. А Валентин Николаевичу можно поговорить? Валентин Николаевич. Нет, нет. А почему? Мы с реанимацией как-то лучше разговаривать. От комментариев Валентина Васильцев отказался, мотивируя это тем, что в числе погибших оказались его друзья. Всего госпитализировано шестеро человек. По словам медиков, состояние магнитогорцев стабильное. К расследованию ЧП подключилась Государственная инспекция труда. Ее специалисты фиксируют все несчастные случаи на предприятиях. Нынешняя авария беспрецедентна. Число жертв только на этом пожаре превышает среднегодовые показатели по комбинату. По групповым, по смертельным случаям, то, что мы участвуем в расследовании, на моей памяти такого не было. Я работаю вроде связан с комбинатом уже на протяжении 30 лет. В 2003 году у них было допущено 6 несчастных случаев с смертельным исходом, 10 несчастных случаев с тяжёлыми исходами и 1 несчастный случай с групповой. В 2004 году допущено 2 несчастных случая со смертельным исходом, 14 несчастных случаев с тяжелым исходом и 1 групповой. В 2005 году было допущено 4 несчастных случаев с смертельным исходом, 6 с тяжелым, 1 групповой. За 10 месяцев, я только могу сказать, значит, этого года, значит, на комбинате допущено 2 несчастных случаев с смертельным исходом, 3 несчастных случаев, которые произошли на комбинате, он пока еще не ведется, то есть, по нему, значит, 4 несчастных случаев с тяжелым исходом. Управление Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе взяло под особый контроль ситуацию на Магнитогорском металлургическом комбинате. Как сообщает ИТАРТАС, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте аварии работает следственная бригада прокуратуры Челябинской области во главе с прокурором Александром Войтовичем. Губернатор Челябинской области Петр Сумин подписал постановление об объявлении пятницы, 1 декабря, днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги на административных зданиях, резко сокращено количество развлекательных мероприятий. На очереди информация об отключениях сегодня. С 9 до 16 не будет холодной и горячей воды в ряде домов по улице Суворова. А с 9 до 16 прекращается подача электроэнергии в домах по проспекту Карла Маркса, по улице Ленинградской, по проспекту Ленина. В домах по улице Первомайской номера домов на ваших экранах на Горького 24-28, в домах по строителей, по улице Калинина, шоссейной, попланерной и в поселках поля орошения Березки Димитрова. Выпуск продолжит прогноз погоды о том, как будут развиваться события, вам расскажет Александр Киселев, 2045. Оставайтесь с нами и добрых вестей. Синоптики прогнозируют, что в Шампинозе сегодня днем минус 12-14 градусов. В Кизильском до 13 ниже нуля. Верхнеуральский столбик термометра покажет 13-15 мороза. В Новобзаково около 15-ти со знаком минус. Магнитогорский небольшой снег, метель с отдельными порывами до 17 метров в секунду и до 15 ниже нуля. Магнитогорского столбика Магнитогорского столбика Продолжение следует...